В 5 минут мы поговорим о фреймворке АК 2.0, о покере, о нагрузочном тестировании геймсерверов и немножко поговорим о том, как проводить перформанс-анализ и собрать метрики в системах, базирующихся на актерах. Сначала несколько слов о компании, в которой я работаю. Компания называется Viaden Media. В Беларуси эта компания достаточно известная. В принципе, дело в Беларуси, в СНГ, она тоже достаточно известная. Что примечательно, это одна из немногих компаний в Беларуси, которая является достаточно profitable, в которой много детей, в которой работают много детей, и при этом она занимается разработкой собственных продуктов. Основной бизнес Viaden – это создание онлайн-казино и онлайн-покер-рума. Бизнес – это достаточно серьезно, несмотря на то, что может показаться тем, особенно занимаясь специальными играми, что, казалось бы, все знают, что такое покер, все хотя бы раз играли в сказки холдом, и кажется, что можно сесть и наконец-то сделать покер и завоевать мир. На самом деле, все не так просто. И если посмотреть на статистику ведущих покерных сайтов, например, PokerStars, их максимально онлайн колеблется где-то в районе 130 тысяч игроков. Следующая платформа после PokerStars – это разработка израильской компании PlayTech, платформа iPoker, которая объединяет целых 8 операторов, то есть через 8 сайтов на них идет трафик, у них всего 37 тысяч человек. Это говорит о том, что урвать долю на рынке интернет-покера, интернет-покер-рум, это достаточно сложно. Вионерный прекрасно понимает, и мы относимся к этой задаче очень серьезно. В начале этого года мы запустили новую платформу, с которой мы собираемся покаять игроков. Пока она работает в тестовом режиме, на ней сейчас играет всего 5000 игроков, это те люди, которые нашли наш покер через Apple Store или нашли на Facebook. Но в ближайшее время мы собираемся начинать серьезную рекламную кампанию, и за очень короткий промышленток времени нам должно добежать с 5000 до 5000 игроков. Естественно, для того, чтобы не обеспечить нашим игрокам плохой юзер-экспириенс, для того, чтобы не было как с Питером два года назад, когда ты нажимаешь F5 и видишь постоянно кита, который поднимают маленькие птички, мы очень сильно относимся к нагрузочным тестированиям. Но, несмотря на то, что мы относимся к нему очень серьезно, специалистов в большинстве нагрузочного тестирования у нас нет. Те нагрузочные тесты, которые мы писали раньше и которые мы писали до недавнего времени, они, как и юнитесты, покрывают достаточно большую часть национальности и не могут полностью или даже достаточно хорошо обезопасить нас от возможных сбоев. Что мы можем сделать? Мы можем потестировать массовый логин пользователей, мы можем потестировать какой-то компонент игры, но это не серьезно. Поэтому, начиная с недавнего времени, мы решили отбывать одним выстрелом двух сайтов. Мы решили использовать для юнитестов, для нагрузочного тестирования и для помощи нашим кей и девелоперам клиентской части ботов. Но сразу хочу оговориться, это не те пукерные боты, о которых было возможности слышать раньше. Мы не используем никаких минимаций, никаких монитор-карл-ресерчей. Фактически, у этих ботов нет цели создать, у этих ботов нет цели обыграть игрока. Мы их не используем в продакшне, мы их используем только для тестирования. С помощью вот этого нового фрейморка, который мы начали разрабатывать около двух месяцев назад, мы решаем две задачи. Мы запускаем 50 тысяч ботов, которые тестируют нашу систему. 50 тысяч – это то число, на которое мы реально рассчитываем. Мы не думаем, что мы сможем за короткое время достигнуть 100 тысяч, 130 как кокерстарф, потому что они шли к этому очень долго. Поэтому пока нам хватает такого сетапа. И вторая задача, которую мы решаем, мы решаем ее за счет того, что наши боты являются интерактивными и их могут использовать клиенты для того, чтобы, например, в процессе игры отдать им команду выйти со стола или чтобы все игроки с столом сделали all-in и провелись какой-то сложный игровой элемент. Как вы могли догадаться, этот фрейморк для тестирования написан нахи. Я думаю, все в этой аудитории знают, что такое акка, или хотя бы слышали о ней. Я уверен, что все знают, что такое актеры, что такое супервизоры. Если не знаете, мой вам совет – зайти на сайт Аки. У них, наверное, самая лучшая документация из всех документаций, которые я виделся все время. У нас в нашей команде есть уже определенный экспириенс по использованию Аки. Лично я использую Ака, наверное, с февраля 2010 года. Это первые мои злобные мейлы, мейллисты Аки, когда я ругался с Виктором Кландем, Джонсом Манером. До недавнего времени мы использовали только Аку первой версии, Ак-1.2, Ак-1.3. А вот на этом фрейморке мы решили потестировать и поэкспериментировать с Ака второй версией. Ну, теперь я, ну, то есть наша команда теперь понимает, что это было немножко смонодельно. Надо было тренироваться на кошечках. Если абстрагироваться так и за мной, почему мы выбрали для решения этой задачи скалу и Аку? Во-первых, совершенно очевидно, что бот — это отдельный процесс. В простейшем случае бот в отдельном процессе выполняет какой-то тестовый сценарий, который пишется на основе активности пользователя. И с учетом того, что мы не хотим использовать слишком большие мощности для того, чтобы запускать тест, а тесты нам нужно запускать регулярно, мы используем актеров, потому что в том случае, если бы мы 50 тысяч ботов поднимали на 50 тысяч ботов, нам бы нужно было 5 микроинстов с Амазона. С учетом того, что мы используем Ака, нам нужно всего порядка полутора-двух тысяч трэдов. Это, конечно, не так мало, но мы можем вполне с этим жить, если нам хватает на мой инстасе. Это первое. Актеры обеспечивают нашим ботам интерактивность. Это позволяет не просто пробегать по сценарию каждый раз по одному какому-то данному сценарию, но и в тот момент, когда это необходимо, тестировщик может включиться в процесс выполнения сценария ботом, что-то поменять, и мы проверим какой-то элемент. Кроме этого, актеры обладают качеством location transparency, о котором в последнее время говорится так много, хотя этот принцип существует уже, наверное, лет 30 или 40 с того момента, когда Карл Хьюитт, в принципе, изобрел такое понятие, как «эктеры». С помощью location transparency мы можем достаточно легко в любой момент отделить серверную часть наших актеров, эктер-систему от клиентской части, которая непосредственно обращается к этой системе. И, наконец, последняя причина, по которой мы выбрали Scala, это то, что на Scala очень просто сделать DSL. У нас нет времени делать полновесные веб-фронтенды для ботов, потому что у нас очень мало времени, нам нужно быстро достигнуть цели, поэтому мы делаем DSL на Scala, мы делаем command line interface на SBT, об этом я не буду говорить на этой презентации, вы можете почитать об этом в моем блоге. Я написал об этом несколькие недели назад. Почему Scala так хорошая для DSL? Окей, у нас есть клиентская команда, флешеры. Им можно объяснить, что такое Java синтексис, но объяснить кей, зачем в простом скепте нужно использовать точечки и скобочки, совершенно невозможно. Это просто waste of time. Мы им предоставляем DSL написан в Scala, это обычный plain English, они его понимают, их совершенно непонятно, на чем это написано, они его используют, и все хэппи. Но, к сожалению, не все так прекрасно. Изначально в качестве эпиграфа к своей презентации я хотел поместить на первый слайд твит у этого чувака Боба Найстрома, который пишет в твитере под ником Манифисом. Проблема в том, что асинхронное программирование, даже если вы используете экторов, даже если вы используете ACA, классный фреймор, все равно остается настолько сложной темой, что даже для того, чтобы написать очень простую систему, вам нужно приложить такое количество усилия, что в итоге вы себя чувствуете настоящим хайпером. Особенно эта ситуация обустряется переходом с ACA версии 1.3 на ACA версию 2.0. За последние два месяца у меня было много, я скажу вам сейчас, у меня было много бессонных ночей, я мало беременную проводил в Хандексе с семьей. Я не хочу, чтобы эта история повторилась у вас, и главное, о чем я хочу рассказать об этой презентации, это четырех простых принципов, которым вам следует следовать, для того, чтобы не повторить мой плохой экспириенс. Первый совет. Живи быстро, уме молодым. Суть такова. Несмотря на то, что все очень уважают Джо Армстенга, все с любовью, или многие с любовью в душе относятся к Ирлангу, мне кажется, Джо Армстенг немного исказил наше понимание такого принципа как актера, потому что если вы посмотрите труды Карла Хьюетта, то, что он писал в 1973 году, эту систему для паралейных вычислений, которую он называл актер, и там, я акцентирую ваше внимание на то, что когда он говорил актер, в общем, в своих трудах, когда Карл Хьюетт описывал актер, актер это была просто удачная аббревиатура, в которой, я точно не помню, как наше спрос, я только помню, что первый букет обозначает асинкронос, когда этот принцип взял на вооружение Джо Армстренг для Ирланга, как я уже говорил, он немного исказил этот принцип, особенно ярко это видно в его известной книге, «Concurrency with Will Wolf», по-моему, так она называется, книга об Ирланге, в которой он фактически сравнивает актера с живыми людьми, он говорит, что у них есть жизненный цикл, о том, что они рождаются, умирают, между ними есть связь, когда связь разрывается, актеры чувствуют себя плохо. Мы привыкли к этой идеологии, и если бы я следовал этой идеологии и писал свой фреймворк на АКО версии 1.3, как бы это выглядело? Я уже говорил о том, что бот это актер, я поднимаю свой актер, бот, посылаю ему логин сообщения, когда он получает логин сообщения, логин проходит успешно, после того, как он пришелся к сервису, и я тренинговываю его к супервизору лобби. Лобби это очень хороший супервизор, который просто следит за тем, что во время теста, когда прогоняются все мои скипты, в том случае, если какой-то бот отвалился, этот сервис повторно провел оптицификацию, поднял бота, и с какого-то определенного момента продолжилось выполнение сценария. В тот момент, когда, в тот момент, когда, вот тот бот, который я понимаю случайно, он, ну, хорошо, немножко вернемся к началу. Я забыл о том, что отличительная черта нашего покера, которую мы делаем от большей части покеров, которые есть сейчас на рынке, это то, что наш покер, так называемый social покер, у нас есть игровая часть, и у нас есть часть, присущая социальным сетям, франгенты, лайки, волы и т.д. и т.п. И вот тот бот, который я понимаю случайно, он фактически не играет в игре, он просто дергает какие-то наши социальные фичи. В тот момент, когда я хочу, чтобы он начал играть, я посылаю ему сообщение playgame, он отсоединяется от супервизора лобби, потому что нас больше не интересует функциональность, которую он тебе представляет, отсоединяется к супервизору desk. Супервизор desk существует на каждом столе игровом, он следит за тем, опять же, чтобы в том случае, если актер отсоединялся, чтобы мы возвращали его в игру, и кроме этого супервизор desk возвращает бота на стол. И практически то же самое делает и супервизор турнамента, но кроме того, что он возвращает на стол, он еще отслеживает возможность пересадки, что может произойти в турнирах с большим количеством столов. Если в тот момент, когда у нас произошел дисконнект, произошла пересадка с одного стола на другой. К сожалению, в случае с ACO 2.0 эта удобная простая схема не работает. В ACO 2.0 фундаментально изменился подход к использованию актеров. Если в ACO 1 и в Ирланге на первом месте на переднем плане всегда актеры и супервизоры, то в ACO 2.0 сильно изменилась модель супервизоров, и появились две такие важные концепции, как пути и property. Фактически с новой моделью супервизоров мы вынуждены делать всегда все правильно. Если вы не чистый на руку человек, вы могли использовать ACO 1.0 неправильно. Вы могли поместить весь код обработчика сообщения в TryCatch, вам не нужны супервизоры, вы получаете какой-то минимальный функционал. И фактически обходитесь только актерами, не используя супервизоров. В ACO 2.0 этот номер не пройдет. В ACO 2.0 у любого актера всегда есть супервизор. И любой актер фактически является супервизором, хотя, возможно, в какой-то определенный момент времени детей у него нет. И таким образом в рамках этой новой системы наш фреймворк для ботов представляет такую картину. У нас есть супервизор родителей лобби и все остальные актеры супервизоров. У него дочерний супервизор Деск, у него дочерний актер Дескбот. Это актер, который отвечает за игровую часть Айдлбот. Это актер, который занимается дерганием всяких функциональных, социальных фич. Ну и то же самое касается торговин супервизора, десксупервизора и Дескбота, который играет в рамках турнира. Проблема в том, что в ACO 2.0 мы не можем поднять актера и потом через какое-то время сказать ему, что я хочу, чтобы ты работал с тем супервизором. И я хочу, чтобы ты отключился от одного супервизора, отключился другому. В ACO 2.0 мы на момент ставки актера должны знать, кто будет супервизором актера. Фактически для того, чтобы актер получил супервизора, он должен отправить какому-то актеру сообщение. Для того, чтобы актер получил супервизора, он должен быть в контексте того актера, который в перспективе будет супервизором. То есть фактически для того, чтобы переписать ту модель, которая была несколько слайдов назад, простую модель сейчас, для того, чтобы айдлбот, который дергает нашу социальную часть, был дочерним актером лобби-супервисера, мне нужно послать лобби сообщения логин. Лобби делает логин, и после этого он в своем контексте поднимает айдлбота. В тот момент, когда мне перестает хватать функциональных возможностей айдлбота, и я хочу, чтобы бот тестировал игровую часть, мне приходится убивать актера айдлбот, посылать сообщение деску, он будет в своем контексте поднимать нового актера. В коде это, ну здесь очень упрощенный код, он просто отражает концепцию. Выглядит это следующим образом. Мы посылаем лобби сообщения логин. То, о чем я говорил, в контексте лобби мы поднимаем актера, айдлбокербот, который мы поднимаем в контексте, становится чайлдом супервисера лобби. Потом, в тот момент, когда нам нужно, чтобы наш бот начал играть, мы посылаем айдлбокербот и сообщение play now. Он своему паренту, это лобби супервисер, посылает сообщение join any desk и убивает себя. В тот момент, когда лобби получает сообщение join any desk, он с помощью какого-то механизма находит деск, посылает сообщение, посылает против нового актера в теле сообщения join desk, и уже деск непосредственно в своем теле, в своем контексте поднимает деск покер-бота, это бота, который занимается тестированием игровой части игры, и становится супервисером этого бота. Вот это и есть предстояние принципа живо-быстровыми молодым. И то, что позволяет нам его использовать, это концепция, на которой в последнее время очень сильно акцентируют внимание ребята из Акатим, это pattern props, это вынесение всех фундаментальных частей, стейта, контекста актера в отдельную сущность. Причем больше всего это на примере того, как в АКО 2.0 изменило создание актера. Если в АКО 1.0 мы могли просто передать partial applied function или очень просто создать актеру, то теперь всегда нам приходится использовать boilerplate props. И то же самое, тот же принцип, принцип, который используется при поднятии актеров, при дипломе актеров, вы можете использовать и в случае с своими актерами, ну, как, например, вы здесь на сайте, для того, чтобы отделить операционную часть моих ботов, моих актеров от той части, которая должна передаваться в рамках какой-то workflow, я бы сейчас, самую важную информацию, это IP, логины, скрипты, которые применяются для того, чтобы выполняли разные действия. Это не так важно, это имеет отношение к этой кире и сэшн-IT. И фактически в моем случае idle poker bot и desk poker bot являются stateless ботами, но если бы, например, мне нужно было state, тогда правильным подходом было бы использование state-машин, которые умеют передавать при посылке каждого следующего ивента контекст обработчику сообщений. Будьте креативными. Мне всегда, о чем речь, в команде ACA, во фреймарке ACA мне всегда импонировало очень сильно то, что эти ребята не гонятся за функционалами. Если вы сравните ACA версия 0.6 и ACA версия 2.0, вы увидите, что количество фич, которые появилось в последней версии, очень незначительно отличается от того, что было раньше. Многие фичи даже были урезаны. Например, в ACA 2.0 у нас теперь нет ACA models. Это первое. И второе, это то, что если вы комбинтер в ACA, вы, наверное, обратили внимание на то, что очень часто в их деплисте Виктор Кланк и другие ребята из Акомпашки пишут о том, что хорошим стилем коммита в ACA является тот коммит, когда у вас количество строк, которые вы удалили в результате ваших изменений, больше, чем количество строк, которые вы добавили. То есть фактически каждый коммит в ACA должен быть маленьким рефакторингом. Нас привлечают к жизни в рамках жесткого минимализма. И для того, чтобы выживать в этих условиях, есть разные механизмы расширения. Мы можем писать свои mailbox, мы можем писать свои диспетчеры, руль. Иногда какие-то решения можно находить на уровне структуры. Об одном решении я хочу сейчас рассказать. В ACA 2.0 появился концепт пути актера. Если в ACA 1 и в Ирланге мы уникально идентифицируем актера с помощью его ПИДа, фактически в любой момент времени, зная идентификатор актера, можно отправить его сообщение, в ACA 2.0 все действует немного по-другому. Теперь уникальным идентификатором актера в рамках системы являются лобби. Вот, например, путь к игроку, который находится к боту, который находится в лобби. Это название системы актеров, GPDEF — это геймплатформ, это боты, которые тестируют девелопмент сервер, юзер — это контекст, которым мы создаем всех наших актеров, лобби — это супервисор, актеров, которые бездельничают, которые просто дергают социальные фичи и непосредственно наш игрок. Ну, то же самое касается и игроков, которые находятся за каким-то деском и за каким-то турниром. Это удобно, потому что это хороший явный способ идентификации актера, потому что есть такой механизм, как actor selection. Вся его соль состоит в том, что механизм очень сильно упрощает тестирование с помощью системы актеров и разработку клиентской части, потому что, например, если мы хотим проверить такой кейс, когда все игроки за столом идут в all-in, все, что нужно сделать тестер, это послать на DSK1 звездочка сообщение all-in и во время следующего шага при выполнении сценария бота все будут войдут в all-in и мы проверим интересующий сценарий. Но проблема в том, что если мы не знаем, где фактически находится наш актер, на каком уровне супервизора, очевидных решений проблемы нет. И мы переходим к тому, что нам приходится писать свой актер-режистри, что в принципе не так страшно, потому что, я думаю, те, кто использовал скалы актеров, того, как они узнали, а Бака уже писали, что это похоже на актер-режистри. Причем получалось у них, я думаю, не хуже, чем это получалось у актер-режистри, потому что актер-режистри, ну, штука такая, честно говоря, достаточно примитивная. Или мы можем воспользоваться в полной мере принципом location transparency, новыми супервизорами и путями. Решается эта проблема следующим образом. Вместо устаревшего режистри мы создаем новую сущность projection manager. Это такой супервизор, через который все клиенты, которые не знают, где находятся актеры, будут обращаться. Projection manager – это супервизор projection на актеров, то есть проекция на актеров. И у проекции есть одно поле. Это непосредственно расположение актера в системе, в бот-систем. Когда актер меняет свое расположение, например, он переходит в состояние idle, в состояние desk, он посылает своему projection, который он может найти, потому что projection называется в том же имени, что имеет то же имя, что и сам бот, отправить его в новый путь. Я думаю, с кодом понять этот принцип будет немножко проще. то, о чем я говорил. Projection manager обрабатывает в простейшем случае два типа сообщений. Это добавить проекцию на актера. В этом случае в контексте projection manager мы создаем проекцию, передаем туда путь актера. А второе сообщение, которое принимает projection manager, это forward сообщение актера, в том случае, если мы не знаем ли его точное имя расположения. В этом случае мы просто в контексте, зная имя актера, просто в контексте projection manager находим его и сразу же отправляем сообщение. выглядит цепочка invocation таким образом. Это неплохое решение, которое может нам помочь, если у нас небольшое количество актеров. До 10 тысяч. До 10 тысяч время, которое требуется с момента, когда мы отправили сообщение projection manager до момента, когда его получил окончательный актер, где-то порядка 20-30 миллисекунд. Это, конечно, многовато, с учетом того, что этот projection manager просто выполняет функцию роутера, но с другой стороны, для решения пятилильных задач потом можно быть нормально. Но проблема в том, что я хочу запускать 50 тысяч ботов, а на 50 тысяч актеров, которые подключены к нему projection manager, к нему репутер нового типа, ситуация ухудшается значительно, там уже время доставки сообщения где-то порядка 200 миллисекунд, и в принципе проблема очевидна. Проблема кроется в том, что для того, чтобы доставить одно сообщение конечного актера, нам фактически нужно послать три сообщения. Мы посылаем сообщение projection manager, который ищет среди детей projection определенного актера, посылает ему сообщение, и projection, и вот этот projection в итоге посылает сообщение актеру. То есть мы делаем много лишней работы, это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что через projection manager идет слишком много трафика. Практически во всех, ну, фактически во всех случаях, когда мы не знаем, где находится наш актер, и мы хотим послать ему актеру сообщение, все это мы шлем через projection manager. И в итоге перед двух тысячах актеров projection manager получает перед двух тысячах сообщений актерам projection manager обрабатывает две тысячи сообщений. Одну из проблем решить достаточно просто. Ее можно решить, ну, как мне оказалось, ее можно решить путем удаления вот этого шага, удаления пересылки сообщения через projection manager и посылки сообщения напрямую, используя концепцию путей актера. Мы знаем путь к projection manager и мы можем просто, используя его child и зная его имя, напрямую обратиться к актеру, которого projection manager супербайсит. Скажу честно, когда я использовал эту оптимизацию, я точно не знал, поможет она мне или нет, потому что тогда я еще не взглянул в исходники новой версии Аки, я нормально знал исходники Аки 1.3, но с Ака 2.0 очень хорошо и честно говоря, я не был уверен, что мне это поможет. Кто считает, что это помогло? Никто не считает, что это помогло. Все считают, что это помогло. это помогло приблизительно в два раза. Помогает это, потому что когда мы используем пути в рамках локальной системы актеров, за счет того, что каждый супервизор знает о своих и каждый child знает о своем супервизоре, вот это подвижение на один шаг от projection manager и его child это фактически один, это фактически инвокейшн практически переводил инвокейшн парента и это очень легкая операция, но тем не менее по графику видно, что если до 30 тысяч актеров под одним субъектом ситуация достаточно неплохая, то после 30 тысяч ситуация опять начинает ухудшаться, а моя цель 50 и больше ботов, тысяч ботов. Я говорил о том, что есть две проблемы. Первую проблему мы решили это проблема посылки через мировое количество сообщений через фашисты месяцев. Вторая проблема заключается в том, что мы посылаем слишком много сообщений через, мы посылаем фактически все сообщения, которые мы хотим отправить конечным актерам через projection manager. Решается это достаточно просто, как может и доказаться. Всего лишь нужно сделать несколько сущностей projection manager и каким-то образом, каким-то хитрым образом поделить все projection между ними. В баке есть механизм для этого. Механизм называется роутер. Механизм называется роутер. Мы задаем количество сущностей projection manager, которые нам нужно поднять, и каждый раз, когда мы делаем добавление projection, с помощью механизма round-robin роутер выбирает следующий, следующий источник projection manager из списка. Таким образом, projection у нас разбит у projection manager. Но остается вторая важная проблема, как в момент отсылки сообщения роутеру projection manager определить фактически у какого projection manager есть ссылка на projection актера, которая нас интересует. Для этого есть механизм, который я уже упоминал, актер selection. Скорее всего, когда мы будем отсылать через роутер projection manager кейс-класс forward, который должен вызвать workflow по пересылке сообщения, вот этот forward идет к неправильному projection manager. Это нормально, но благодаря тому, что с помощью актов selection мы можем подняться по иерархии актеров на один уровень вверх и взяв всех projection manager, которые есть под этим роутером, используя путь к projection, который мы точно знаем, мы фактически можем доставить нужного projection сообщения. Кто думает, что это могло? Я думал, что ситуация изменилась в лучшую сторону после этого. Кто думал, что ситуация изменилась в худшую сторону? Почему? Предположение? Совершенно верно. Ситуация ухудшилась, причем значительно, и, как ты правильно заметил, связано это с тем, что когда мы используем этот синтаксис, звездочку, и вообще, когда мы используем актеров selection, этот механизм актеров selection, он в имплементации достаточно сильно отличается от актеров пас, несмотря на то, что они разделяют общий DSL. И в случае актеров selection на каждый участок пути мы посылаем от 1 до n количество сообщений. То есть, вот в этом случае, если у нас есть 10 instance projection manager, мы должны послать 21 сообщение для того, чтобы фактически сделать то, что мы хотим. И в этом случае фактически нам может помочь только собственная имплементация роутера, который будет использовать достаточно банальный механизм, который по хэш-коду от имени актера будет определять, к какому роутеру обращаться под этим роутером, под этим projection меншером, новый projection, и когда мы пересылаем сообщение, мы будем точно знать, к какому project manager опять же обратиться для того, чтобы пересылать сообщение. И только с помощью этой импутации наконец-то удается достигнуть нужной производительности. Третья часть не делайте глупостей. Фактически, если вы внимательно почитали документацию актеров, акка актеров, и вы внимательно во время написания кода, скорее всего, у вас получится очень хорошая система. Но в моем случае это не очень хорошая работа, потому что я не слишком внимательный, я не очень внимательно читаю документацию, и я постоянно напарываюсь на всякие глупые, совершенно глупые грабли. Например, было в тот момент, когда я выпустил своих ботов за рамки моего локального сервера, за рамки моего лаптопа. На своем лаптопе я запускал 3000 ботов, все работало более-менее нормально, конечно, не очень быстро, но я видел, что они играют в игры, я видел, что они дергают какие-то тайные фичи. В тот момент, когда я переместил своих ботов на девелопмент-сервер, на удаленный сервер, на котором должна была крутиться система нагрузочного тестирования, я увидел картину. Почему-то совершенно не объясним для меня причинам поднималось постоянно количество ботов до 1000. Ну, в зависимости от того, как я конфлинировал систему актеров, это было где-то или 700, или 800, ну, максимум 900 актеров. При том, что хипо использовался 1,1 от всего выделенного маунта, и процессор я был совершенно нагружен. Это глупейшая ошибка, мне с меня стыдно, и фактически проблема в том, что я просто забыл установить лимит. Ну, на этом можно напороться. Я, наверное, убил 4 часа, причем я был совершенно уверен в том, что проблема бака, но, как видите, не всегда во всем нужно виниться. результаты трудов Виктора Кланга и Джонаса Баньяра. Следующая проблема, с которой я столкнулся, когда я перевел своих ботов на выделенный девелопмент сервер, заключалась в том, что лобби, супервизор, который я не хотел разбивать на несколько инстансов, супервизор, с которым я хотел использовать роутер, ему не хватало пропускной способности. Это было связано с тем, что я использовал два механизма логина. Первый механизм, когда я просто посылал юзернейм и паспорт в лобби, он поднимал в своем контексте актеров. Второй механизм использовался для того, чтобы логинить актеров во время наручного теста по дневной симсоиде игроков. Дело в том, что у нас количество игроков за логинник на сервер из-за того, что у нас большая часть игроков из штатов напоминает симсоиду, и вот эту особенность мы хотели в тестах, и фактически это привело к тому, что лобби было перегружено. Самое простое банальное решение, конечно, было бы в том, чтобы сделать пул из лобби супервизоров, но сделать пул. Фактически, если мы обратимся к нам Крестона Краба, это создатель Эрджанга, он в таких случаях всегда говорил, что не всегда стоит в таких случаях использовать пулы. Как правило, все эти проблемы решаются связаны с тем, что если вашему актеру не хватает попустой способности, это обусловлено тем, что актер пытается взять слишком много и спонтебеется на себя. Я свою проблему решил, что вот этот отдельный механизм логинов, когда я логинию игроков по 9-й симсоиде, я вынес в отдельного внутреннего актера, который стартуется в контексте лобби супервизора, он имеет доступ к основному контексту лобби, поэтому он может нормально осуществлять логин, но при этом основной актер у меня не был перегружен. Следующая проблема с которой вы наверняка столкнетесь на первых этапах это то, что для очень небольшого количества актеров почему-то используется большое количество потоков. В простейшем случае это может быть связано с тем, что вы неправильно настроили спечер, или просто не позаботились о том, чтобы хоть как-нибудь использоваться, неправильной проблемой, которая была в моем случае, может быть то, что где-то в теле актера во время тех компьютерных, которые он вычисляет, вы упустили операцию, которая делает обращение к файловой системе, или может быть используя библиотеку, которая делает запрос в HTTP и блокирует текущий поток, или просто упустили какую-то длительную операцию. Эту ситуацию можно освеживать, и несмотря на то, что этот подход выглядит не слишком диаматичным, потому что, когда мы используем актеров, у нас есть желание, чтобы все, что мы делаем в той системе, в которой мы встаем, было актером. Мы хотим, чтобы любой компетейшн был актером, чтобы были мы хотим, чтобы наши системы были актерами, но фактически и то, о чем, кстати, говорит и Виктор Канк в одном из своих писем недавних в мейл-листе по поводу этой проблемы, фактически во многих случаях нам приходится отступать от физиологии актеров и использовать фьючерс, потому что с помощью фьючерс мы можем вынести легко все блокирующие или действительные операции из рамки системы актеров и легко ограничить их использование отдельных экзекьюторов и при этом это достаточно простое решение проблемы. оно скорее всего поможет вам, но наверняка после того, как вы решите проблемы с вынесением долгих и блокирующих операций с рамки системы актеров, вы столкнетесь с другой проблемой. У меня это вращалось в следующем. В актерах, которые тестируют нашу социальную часть, есть время от времени запросы к френдленте. И через какое-то время, когда тест был 2-3 часа, я начал обращать внимание, что когда о френдленте у нас написано использованием HBS, я стал обращать внимание, что когда у нас слишком сильно нагревается HBS, это влияло на актеров, которые находились в игре. Очевидно, проблема была связана с тем, что все актеры, а в тот момент я использовал дефолтную грузу, все актеры использовали стандартный диспетчер. Этот диспетчер на самом деле очень хорош. И те тесты, которые проводила Ака Команда, о которых она репортила в своем блоге, это не шутки. Действительно, с помощью дефолтного диспетчера, с форджием пулом можно написать пинг-понг актера, который будет обмениваться 5 миллионами сообщения в секунду. Когда мы находим продакшн, нам не всегда удается добиться нужного уровня атомарности, чтобы все актеры выполняли операциями больше 1 миллисекунды, и нам приходит смириться с тем, что какой-то актер будет выполняться долго, какой-то актер будет выполняться быстро. И для того, чтобы эти актеры являли друг на друга, для этих актеров нужно быть отдельно диспетчером. Причем диспетчера нужно настраивать с умом. Как в случае, например, с лобби. Я к лобби отношусь очень трепетно. Я хочу, чтобы у лобби всегда было достаточно количества ресурсов, поэтому я использую пинг-диспетчер. Это аналог стандартного скаловского, это аналог подхода, который мы могли бы добиться в ваниле скале, ваниле скала актерс, если бы мы использовали thread-bound актерс. Фактически пинг-диспетчер для каждого актера, которого он поднимает, он поднимает по вытянному потоку. Это помогает мне с лобби, и это мне помогает с дичерними актерами, которые поднимают лобби, для того, чтобы осуществлять специальный агент. Когда я говорил о projection менеджере, я говорил, что я для решения проблем с нехваткой пропускной способности использую роутеры. Это один из подходов. Второй подход, который существует еще с бета-версии АКИ, это использование балансирующего диспетчера. Фактически балансирующий диспетчер, фактически что нам позволяет достичь балансирующего диспетчера? Можно поднять несколько сущностей одного актера, балансирующий диспетчер между всеми этими актерами поместит один mailbox, который все эти существа будет использовать, и посылая сообщение одному projection менеджеру, балансирующий диспетчер поймет, что какая-то сущность может быть перегружена, и он украдет из mailbox одного сообщения и перекинет фактически теоретически из mailbox, хотя фактически mailbox общий, он поделится этим сообщением с другим ненагрузным projection менеджером. То же самое касается и projectionов, десков и deskbots. Для того, чтобы долгие блокирующие операции в определенных категориях актеров не влияли на игровой процесс, все вот эти актеры используют диспетчеры. Вообще конфигурирование диспетчеров это топик, наверное, для целой IT-ной презентации. Немножко мы поговорим об этом в конце презентации, но сразу хочется обратить внимание на одну ловушку, с которой вы можете столкнуть с помощью диспетчера. Все дело в том, что когда я понял, что многие мои проблемы связаны с тем, что в моей системе не хватает диспетчеров, не хватает ресурсов, я переменил разные диспетчеры, и когда я запустил свой следующий лод-тест, я увидел, что изменений фактически никаких нет. Я подумал, что возможно я выделил этим диспетчером достаточно количество патронов, я увеличил количество патронов в два раза, ситуация не изменилась. Я убил на решение этой проблемы наверное полдня, и только в самом конце я догадался включить дебаг левел, логирование, и я обнаружил странную штуку. вот это сообщение, которое выводится в теле актеров, в теле актера лобби и в теле актера плеера. Странно здесь то, что почему-то диспетчер используется не тот, который я выделил, в случае с лобби это был pin-диспетчер, в случае дефолт-диспетчером это был просто какой-то один диспетчер, а дефолт-диспетчер, который поднимается в том случае, если мы не даем акке дополнительный конфиг. я начал ковыряться в логах и в самом начале лога я увидел такое сообщение boot system container dispetcher not configured using default диспетчер. Несмотря на то, что акка не смогла поднять конфигурацию диспетчера по совершенно непонятным причинам, она решила, что ничего страшного, мы можем использовать фото конфигурацию, и она поднялась. Может быть, я испорчен спринговый, я привык, что когда я делаю какую-то ошибку в конфиге, система у меня не поднимается. В акка обратная ситуация, и вы должны быть к этому готовы. В моем случае проблема была в том, что я всего лишь поместил описание моего диспетчера не на тот уровень иерархии в конфиге. Конфигия в АКИ иерархичная. Когда я исправил свою ошибку, часть актеров начала использовать правильный диспетчер, но по-прежнему лобби использовал неправильный диспетчер. Я уже научно горьким опытом узнал, что мне нужно идти в начало лог-файла, и я обнаружил вот такое сообщение pin-dispatcher not configured to use Threatful Executor. Это по двойне странно, потому что если мы неправильно создали конфиг файл с неправильной структурой, это еще может быть простительным. Но мне кажется, в том случае, когда мы неправильно конфигрируем диспетчер, вот уже в этом случае система актеров не должна подниматься. И тем не менее, ой, пардон. И тем не менее, в этом случае актеров системы все равно поднялась, и мой вам совет на этапах разработки включайте всегда дебаг левел лога и наблюдайте за тем, какие диспетчеры используют ваши актеры. И, наконец, последний последний раздел презентации анализируйте вашу систему. Когда вы разрабатываете системы с использованием актеров, когда вы разрабатываете систему с использованием акки, на какое-то определенное время вам хватит обычных логов. Ну, до того момента пока у вас тысяча или десять тысяч актеров. когда у вас становится очень большое количество актеров, логов становится недостаточно. Это все логи превращаются в просто месиво, по которым невозможно понять, что происходит в системе. Система актеров становится для вас блокбоксом. И в этот момент вам нужно переходить от логов в качестве основного источника для получения информации к метрикам и графикам, по которым вы можете отслеживать генды в вашей системе, находить зависимости между разными событиями, которые, оказалось бы, происходят недависимо друг от друга. Наверное, самый простой вариант для вас, если у вас нет каких-то библиотек, это использовать библиотеку Метрикс, которую создал код Хилл из Яймер, пославившись письмом Этекшем Мартина Озерски. Несмотря на это библиотека очень плохая, фактически библиотека представляет несколько простых сущностей, типа таймера, с помощью которого мы можем замерить время исполнения какого-то компьютейшена или метра, с помощью которого мы можем замерить пропускную способность какой-то функциональности. Метрикс собирает все эти данные, агрегирует их и представляет нам в виде среднего значения, в виде квадратичных поклонений, квантилий и других полезных агрегаций. Корпоративным стандартом в ВИАДене для отображения Метрикс является система Забикс. Я думаю, вы о ней слышали. Это ее в Метрикс можно сквестить с помощью способности библиотеки Метрикс репортить все свои агрегации в GMX, но проблема заключается в том, что Забикс это система мониторинга для очень больших систем. Она подходит там, когда у вас есть сотни машин, когда у вас есть кластера, вы можете создать запись в темплейт и переместить в единый темплейт, в котором есть графики, скидки, которые приготовили, ко всем машинам, которые вас интересуют. Но в том случае, если вы хотите быстро приобретать системы актеров это может быть, самый лучший вариант. В этом случае на помощь переходит графит. Я гениалом времени о графите не стал совершенно ничего. Я к моему огромному следу очень мало знаю о мире Пайтона. Это система сбора метрик в первую очередь. Насколько мне известно, в первую серию патонистов. Но что приятно в отношении графит и метрикс это то, что метрикс из коробки постать все метрики, которые он собирает в графит и ганглию. Фактически с того момента, когда я узнал о том, что такое графит из документации о метрикс, до того момента, когда я нарисовал эти шесть простых графиков, прошел час, из которых 45 минут я пытался разобраться с Питоновским Торнадо и Питоновским Джанго. Остальные 15 минут я набрасывал эти графики на скрины. Это действительно очень просто. Вот пример того, как я собираю метрику по количеству актеров, которые салоги на систему. Я добавляю сущность из библиотеки метрикс, которая называется каунтер. Каунтер не делает ничего, кроме тупого подсчета при обращении к нему количества запросов. Я говорю метрикс, чтобы каждую минуту он репортал все метрики, которые он собирает на localhost на port 2003. Это тот порт, на котором у меня поднят графит. И в том случае, когда он приходит сообщение в логин, я просто увеличиваю значение вот этой метрики на единичку. После этого я схожу в графит, я ввожу свою метрику, я набрасываю на график, и что? Профит. Какие метрики системы актеров нам стоит собирать? Во-первых, Mailbox Size. Отношение к этой метрике неоднозначное, особенно в последнее время к этой метрике негативно относятся представители компании TypeSafe и ACA Team. И связано это с тем, что в первой версии ACA доступ к размеру Mailbox был открыт. То есть фактически в любой момент времени все актеры могли обратиться, вы могли запросить размер Mailbox, который внутри вызывал операцию и превратил это к тому, что в том случае, если вы злоупотребляли заглядывание в размеры Mailbox, у вас существенно уменьшалась перформанс системы. Глядя на все это, команда ACA приняла решение для себя вполне свойственно, они просто закрыли доступ к размеру Mailbox и фактически в ACA 2.0 у нас нет простого способа узнать, что происходит с актерами. В качестве альтернативы они предлагают собрать другую метрику. Они предлагают в каждое сообщение, которое мы поставим актеру, добавлять таймстэмп в тот момент, когда мы отправляем сообщение. Но это такая метрика достаточно статистическая, я не буду ищет позже. Что же касается Mailbox? Я пытался подключить себя от заглядывания в размеры Mailbox очень долго, где-то дня 3, наверное, но после этого я понял, что я слишком к этому перевык во время использования ACA версии 1.0 и слава богу, есть простое решение, вы можете просто определить свой Mailbox, наследовать стандартного Mailbox и вам совершенно необязательно вызывать метод size у очереди у Mailbox. Вы можете просто уменьшать значение аккаунта у Mailbox в тот момент, когда мы добавляем или убираем сообщение из Mailbox. Вторая метрика так вот, что касается Mailbox size, каким образом анализировать эту метрику. В большинстве случаев я анализирую среднее значение Mailbox size и максимальное значение Mailbox size. Среднее значение размера Mailbox у актера за длительный период не должно никогда превышать единицу. Если среднее значение больше единицы, значит актер не справляет своей нагрузкой. В случае с максимальным количеством значения Mailbox в принципе это значение может в пиковые моменты подскакивать до большой величины. Это может быть не страшно, но в том случае если происходит регулярно, вам стоит обратить внимание на имплементацию вашего актера. Но в первую очередь размер Mailbox влияет на размер Mailbox используется в том случае, когда вы видите, что ваша система не хватает ресурсов и на основании того, что у каких-то актеров Mailbox слишком большой, вы системе добавляете ресурсы. Обратная ситуация с пропускной способностью, количеством сообщений, которое происходит через актер. Если в случае с Mailbox мы могли увеличить количество ресурсов, в случае с пропускной способностью, это хорошая метрика для того, чтобы сделать количество потоков, которые используют наши спетчеры, немного меньше. Стратегия в противном положении следующая. Если мы видим, что при уменьшении количества потоков у диспетчера пропускная способность не совершается, значит, мы на правильном пути. Следующая метрика, это та метрика, которую АК-команда предлагает нам вместо помещения таймстемпа в каждое сообщение, которое мы ставим актера, это метрика достаточно неоднозначная. Во-первых, мне не нравится то, что все мои сообщения за счет того, что для пересылки сообщений мы используем кейс-классы, они таймстемпом фактически портятся. То есть от красивого до СЛ, когда мы используем восклицательный знак, посылаем просто кейс-класс, мы переходим к какому-то жидкому бэкэнду. Это совершенно не секси. Вторая причина, она носит более фундаментальный серьезный характер, и она заключается в том, что эта метрика достаточно неоднозначная, потому что она в себе суммирует вот это время, которое происходит с того момента, когда мы отправили сообщение актеру до того момента, когда оно было обработано, она в себе суммирует фактически то время, которое актер, который получает сообщение, тратит на обработку сообщения, и к тому же она характеризует диспетчер. То есть фактически по изменениям вот этой метрики мы не можем понять, в чем проблема. Проблема либо в диспетчере, или проблема в том, что актер слишком долго обрабатывает сообщение. И для того, чтобы эта метрика стала эффективной, нам нужно в каждом актере еще замерять время обработки сообщения, что в принципе даже само по себе и не так плохо, потому что правильным способом использования актеров является дробление его computation таким образом, чтобы computation по времени не был слишком длительным. Так что в принципе даже в отрыве от времени до того, как сообщение обработано, дременно обработка сообщения является неплохой метрик. О количестве потоков мы уже говорили чуть раньше. Слишком большое количество потоков может говорить о том, что вы или неправильно сконфигурирули, сконфигурирули диспетчеры, или о том, что где-то в тело актера записалась длительная операция, или операция, которая затрагивает I.O. или вызывает какой-то HTTP-сервис. Что же касается размера пула актеров, метрика важна только в том случае, если вы активно используете роутеров. Понятно, что пул актеров не должен быть слишком большим, потому что, когда на один диспетчер набралось слишком большое количество актеров, они создают большую конкуренцию за потоки, которые предоставляет диспетчер. И даже несмотря на то, что имплементация роутеров, роутеры в дефолтовой имплементации ресайз был, все равно ситуации с заданием слишком большого пула желательно избегать. Ну, и такие мерки стандартные, как типсайз, характер работы garbage collector, ну, тут все понятно, это разговор для отдельной презентации. И напоследок, опять же, возвращаясь к конфигурированию диспетчеров, очень хорошим способом понять, не зажирался, не зажирался ли ваш диспетчер, это использование Visual VM, в ней есть такая классная закладка Thread Timelines. Вот на этом скине изображены потоки одного диспетчера, это projection-меший диспетчер, желтые области это области, когда диспетчер бездействует, зеленые области это то время, когда актеры в этом пуле используются. Поэтому гораздо понятно, что диспетчер настроен не самым максимальным образом. И, наконец, последнее, не перенебегайте старым добрым логированием, благо ваке логирование реально классное. Вот по этому логу мы можем понять, в какой системе актеров находится наш актер, какой диспетчер он использует, какое место в иерархии он занимает. Ну, и непосредственно само сообщение. На этом все. Спасибо за внимание. Вопросы? Почему нельзя было делать супервайзер актеров, потому что там наяву как в бизнес поджектора там необходимо обусловить поджекцию и поджекцию и поджекцию. Еще раз. Не слышу и не понял. Я спрашиваю, почему нельзя было сделать, допустим, супервайзер экстра вместо можно так сделать, да. Я согласен. Это нормальная решение. Нет, я этого не пробовал. Еще вопросы? Они все, да. Они все работают с одной машины. Это, да, это действительно у нас сейчас есть такая проблема. То есть сейчас просто боты эмалируют в самом простом случае, когда мы поднимаем стокены с сервером и просто с одной машины гоним из трафика. Это то, что нужно решить. А вторая часть вопроса я не слышал. А, ну все равно. Окей. Да. Пока это не решено. Ну, в принципе, это решить не так сложно с учетом того, что в АКЕ очень просто, в рамках АКЕ очень просто поднять кластер и вот эту систему несложно будет раскидать по нескольких серверам, при том, что менеджмент будет осуществляться каким-то одним ладом. Основная причина выбора и возможности использования на ней в конкурсе то, что вы используете скал актов с серверами? Я не использую скал актов, потому что они, во-первых, во-первых, у них достаточно много багов, которые негативно влияют на performance. Во-вторых, я привык использовать стек про-ирландовские. Это супервисеры, это возможность конфигурирования, диспетчерп, это многие фичи, от которых мне сложно отказаться было бы скала, актеров, если бы я их использовал, я бы просто начал переписывать. То есть фактически я выбираю актер только потому, что у нее более богатый функционал. Там есть те фишки, которые мне нужны для работы. Состояние… Базовая отказоустойчивость, у нас обеспечивается супервисером. То есть… Да. Во-первых, он понимается… Ну, то есть, наверное, на этом нужно было сакцентировать внимание больше. Когда я говорил о botprops, там был такой property… Сейчас, включаю этот слайд. есть поле скрипт. Это остаток скрипта, то есть, это декларативный подход для того, чтобы нам двигаться по скрипту, который мы передоступили нашего актера. И в тот момент, когда у нас актер отваливается, мы знаем, на каком моменте скрипт он остановился. То есть, эта проблема у нас решена. А вторая проблема? Ну, да, это проблема не решена. Ну, я хочу сказать, что вот эта система мы как бы… Это бета-вариант пока системы. Еще в нее не все включены все фичи, которые должны быть. Скрипты… Скрипты мы составляем… Во-первых, ну, стоит сказать, что мы собираем очень много метрик, и мы достаточно хорошо знаем, что делать наши игроки. Мы знаем, в какое время чаще всего они используют такие экшены, мы знаем, в какое время они салагированы. И вот эти скрипты, они фактически более-менее рандомным способом выстраивают ту цепочку действий, которые характерны для определенного… для актера из… Ну, характерны для какого-то игрока в какой-то определенной момент времени. У нас есть механизм, который подлагинивает актеров, зависит от того, какое у нас время стоит в суток, для того, чтобы эмулировать нагрузку, поступающую с разных континентов. И в этом же механизме мы используем разные скрипты, которые с большей долей вероятности или меньше может происходить какой-то экшен, относящийся к социальной части игры или относящийся к геймплееру. Субтитры создавал DimaTorzok